Приветики! Соскучились? Я по вам безумна! И мне есть, что вам рассказать. А те, кто не знает меня, давайте знакомиться. Меня зовут Карина. Кстати, сразу бахнем подписочку, кто еще не с нами, и колокольчик, чтобы не пропустить мои видео. Давайте-давайте, я жду. Спасибо, котики! А теперь к делу. Смартфоны сейчас такие скучные. Выходит 100-500 новых моделей от разных компаний, и пойди их отличи между собой. Но в 2019-м стало хоть немножко интереснее. Подэкранные сканеры, например, или забавные решения с камерами, чтобы освободить дисплей от надоевших челок и капель. Помню времена, когда каждый телефон был чем-то уникален. Вот тебе раскладушки, вот тебе слайдеры, ротаторы, стики, квадраты, кверти-клавиатуры разных форматов. Были же времена. В общем, я очень рада, что началось что-то интересное с новым, и конкретно этому Samsung A80, старшей модели в линейке A. И в первую очередь хочется рассказать о главных особенностях, о том, что отличает этот смартфон от других моделей. Потому что все эти характеристики, конечно, хорошо, но кому они нужны? Шучу-шучу, всем нужны. Почитать их можно по ссылке в описании, и там же узнать ценную купить. А я начну с самого интересного. Естественно, начну с камеры. A80 не первая модель Samsung с поворотной камерой, но первая в линейке Galaxy A. Выглядит механизм как минимум интересно. В режиме селфи из корпуса смартфона выдвигается слайдер, в котором блок камер делает вжух и переворачивается, превращаясь во фронтальное. Но есть нюансики. Слышали? И выглядит слегка хлипенько. И в отличие от Asus, руками его закрывать категорически не стоит. Блок сопротивляется. Кажется, так его вполне можно сломать. Защиты от дурака нет и при попытке запустить селфи-камеру на поверхности стола. Смартфон понимает, что не может открыть или закрыть селфи-камеру только уже в процессе. Думаю, что Samsung стоит этот момент доработать. И еще, звук. Мне, например, нравится звук выдвигающегося механизма. Такой роботизированный. Хочется вспоминать детство и танцевать электрик-буги. Блок камеры состоит из трех модулей. Основного 48-мегапиксельного со светосилой F2.0. 8-мегапиксельного широкоугольного 123 градуса и светосила F2.2. И еще тут Time of Flight сенсор со светосилой F1.2, который отвечает за определение расстояния до объекта. Помогает создавать анимоджи и размывать фон при записи видео. Оптической стабилизации нет, только цифровая. Привычного разговорного динамика здесь нет. Его роль выполняет экран. Качество звука мне не очень понравилось. Впечатление, что динамик находится где-то на задней панели по центру. Если делаешь громче, то все окружающие слышат, что говорит твой собеседник. Super AMOLED-экран без единого выреза, челки или капельки. Это круто, 6,7 дюйма. Еще недавно его бы назвали планшетом. Мне все еще непривычно видеть экраны смартфонов без вырезов, челок или капелек. Уверена, что к этому привыкнем так же быстро, как и к подэкранным сканерам. С максимальной и минимальной яркостью все неплохо. Светопередача тоже хорошая. Ну и как всегда, в Самсунгах можно настроить все для себя. От температуры до шрифтов. Экран, годнота. Это первый смартфон этой линейки на чипсете Snapdragon 730. В тестах смартфон показал достойный результат на уровне флагманов. Больше 200 тысяч в Antutu это уровень. То, что касается работы с приложениями, браузинги или игр, претензий нет. Шустро, без лагов. Galaxy A80 работает на последней версии Android. Собственной оболочкой Самсунг. В которой есть крутые и полезные фишки. Например, детский режим, защищенная папка или двойной профиль приложений. О них буду рассказывать дальше. Досмотрите до конца. Еще одна крутая фишка, которой может похвастаться эта модель. Подэкранными сканерами уже не удивишь. Полгода назад это было что-то новенькое. Сейчас уже почти обыденность. Он здесь оптический. Заранее будить телефон не нужно, но вот работает довольно медленно. Разблокировки по лицу нет. Камера выдвигается довольно медленно. Вряд ли вы бы захотели ей пользоваться. Быстрая зарядка для меня must-have в смартфоне. Емкость аккумулятора 3700 мАч. Несмотря на это, смартфон доживает до позднего вечера. Это при подключенных по блютуз наушниках и паре часов прослушки музыки, звонках, мессенджерах, включенном Always on Display, видео, фото и всего прочего. Тест показывает нам почти 10 часов работы экрана. Не представляю свою жизнь без NFC. Если вы все еще носите с собой карточки или наличку, не дай бог, просто попробуйте, как это удобно, когда смартфоном можно рассчитываться абсолютно везде. Идеально для родителей с маленькими детьми, которые вечно просят поиграть на мамином, папином смартфоне или посмотреть ютубчик. Включили детский режим, понастраивали там приложение, время которое малышу можно проводить в этих приложениях и спокойно отдыхайте себе без лишних переживаний. Не наберет ли ваше чадо случайно шефа или запилит слюнявую сториз в инсту? Чтобы создать защищенную папку в смартфоне, для начала нужно создать Samsung аккаунт. Создавайте, он вам еще пригодится. Защищенная папка дополнительно блокируется отпечатком и паролем. Все секьюрненько. Кроме файлов можно добавлять и приложения. Например, установить любимый мессенджер только в этой папке. Голосовой ассистент Bixby, безусловно, фишка самсунговских смартфонов. Единственный недостаток для нашего региона – это отсутствие русского языка. Про украинский я вообще молчу. Поэтому все команды нужно давать на английском языке, ну или на любом другом из списка. Здесь их немного. Что умеет Bixby? Разговаривать разными голосами, запускать приложения, искать информацию в интернете. Например, по команде I'm Home включат свет, Wi-Fi, стиралку, кондиционер, пылесос и все, что еще захотите, но это при условии, что у вас дома самсунговская экосистема. Это, пожалуй, моя любимая фишка во всем смартфоне. Серьезно, это очень удобно. Например, нужно позвонить по номеру телефона, который где-то увидел. Навел камеру и уже набираешь номер. А в путешествиях вообще сказка. Берешь и переводишь текст на ходу или сразу узнаешь интересные факты о достопримечательности. Использование двух учетных записей в одном приложении. Например, разные учетки для Facebook и Telegram. На рабочем столе появится второй ярлычок приложения, который сможете использовать под другой аккаунт. Нравится эта штука очень. С помощью Smart View можно вывести экран своего смартфона на телевизор. Зачем? Ну, например, показать друзьям фото из отпуска или смешное видео на большом экране. И еще можно управлять телевизором Samsung Smart TV без пульта. А прямо со смартфона. К сожалению, эффект доступен только в режиме наушников и Bluetooth гарнитуры. Ну и на этом спасибо. Звук становится объемнее и лучше. Кстати, про наушники. Разъема для джека здесь, естественно, нет. Поэтому, если проводные наушники, то через Type-C. Переводит интерфейс смартфона в темные тона. Ничего особенного, но мне нравится такая функция. Создавайте свои персонализированные и анимированные картиночки, чтобы использовать их потом в мессенджерах. А в Samsung Store можно подогрузить всякие приколюхи типа диснеевских животных или героев зоотрополиса. Режим, в котором можно запускать сразу несколько приложений на одном экране. К сожалению, не все приложения еще поддерживают мультиоконный режим. Это обидно. Жду в комментариях фишку, которая понравилась вам больше всего. Моя любимая – камера Bixby. Ну и экран без рамок – это, конечно, топ. Ну что, всем пока-пока. Не забывайте смотреть наше видео вот тут. И до скорых встреч. Целую. Субтитры подогнал «Симон»!